Пенсионеры будут следить за дронами, оплачивайте коммуналку по ватсапу, в армии России служат граждане анголы, и все это фейки, это программа фейком нет, и сегодня мы проверяем очередные новости на прочность. В соцсетях гуляют сообщения о том, что в России пенсионеров будут привлекать к борьбе с дронами ВСУ, якобы бабушкам у подъездов хотят раздать бинокли и пересадить их дежурить на крышах домов. Информация не соответствует действительности. На самом деле, бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатырев заявил, что нужно прибегнуть к опыту, полученному в Великой Отечественной войне. Он высказал лишь идею, но про обычных пенсионеров ничего не говорил. Он предложил установить на командных пунктах посты визуального наблюдения, которые позволят обнаружить дрон и доложить командиру об азимуте, дальности и типе цели. Для этих целей он предлагает привлечь ветеранов вооруженных сил и пенсионеров ПВО. А достоверные новости только в социальных сетях ОТВ. Подписывайтесь! В Збере рассказали о новом виде мошенничества. Людей, привыкших оплачивать коммуналку через гузуслуги, начали обманывать на счетах ЖКХ. Речь о злоумышленниках, предлагающих оплатить несуществующий долг через мессенджеры – WhatsApp. Мошенники создают аккаунт с логотипом Госуслуг и сообщают о некой задолженности, ее нужно срочно погасить, но сайта Госуслуг временно не работает. Однако есть решение оплатить счета по резервной ссылке, к тому же с хорошей скидкой. Человек, поверивший в эту схему, вводит данные своей карты, после чего ему поступает звонок якобы от сотрудника службы безопасности. Он предупреждает о подозрительной операции, и чтобы отменить ее, нужно сообщить одноразовые пароли с смс-сообщением. Сообщая его, жертва теряет деньги со своей карты. Чтобы избежать обмана, Сбей рекомендует не общаться с неизвестными в мессенджерах, тем более если у них имеются логотипы официального портала. Не стоит сообщать какую-либо информацию о картах, счетах, кодах из смс, а также логина и пароли. Ангола с нами! На Донбассе обнаруживают темнокожего бойца из африканской страны, который воюет за Россию. В телеграм-каналах утверждают, что ему дали позывной «Уголь». Этот фейк очень легко раскусить. На стоп-кадре с телевизионного выпуска канала «Звезда» можно без труда заметить, что темная кожа у бойца только на лице и шее, а вот плечи уже белые. А если найти официальный выпуск новостей, то становится понятно, что по сети гуляет картинка из фотошопа. Не очень понятно, для чего был нужен этот фейк, но он добрался до западной аудитории. Впрочем, там его тоже быстро раскусили. На Западе активно обсуждается смена стратегии в отношении нашей страны. Там по-прежнему полны решимости победить Россию, однако теперь предлагают сделать это совершенно иным способом. Для этого нужно убедить русских, что они потерпели поражение. Идея не нова. Собственно, этим Запад с разной степенью активности занимается все время. И даже с определенным успехом. Среди ваших знакомых наверняка есть пресловутые все пропальщики, у которых что ни день, то поражение России. Но как это хотят сделать в этот раз? Вне зависимости от хода военных действий, нужно убедить население России, что борьба была бесполезной, что цена, заплаченная кровью, никоим образом не стоила того, чего стоила. Будет внедряться тезис, что Украина будет получать огромное количество оружия на годы вперед, что российское оснащение и логистика уступают украинскому, что западные ракеты большой дальности будут долетать из Киева в любую точку России, а сбить их невозможно. Ну и конечно же, чтобы поддержать градус ужаса, будут внедряться новые санкции. Чтобы жители России сами начали гражданскую войну и тем самым выполнили задуманное Западом. Развалили страну. Такие фейки были сегодня. Не забывайте проверять информацию в нескольких источниках, самостоятельно читайте официальные документы, не ведитесь на манипуляции и хорошенько подумайте, прежде чем нажать на кнопку репоста. Мир не всегда такой, каким кажется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова